Особое мнение на 101FM Потому что, несмотря на то, что мы об этой теме говорим Начиная с фактически Нового года То есть уже больше месяца мы говорим Ситуация не сказать, что выправляется Вчера специально проехала мимо своей контейнерной площадки Туглазина и Дериндяева площадка опять переполнена Опять эта красота в виде мешочков у мусорной горы И я, насколько понимаю, везде в городе такая картина Время от времени появляется До сих пор есть фотографии от домов, где мусоропроводы И возле подъездов лежат эти мусорные кучи При этом нам власти областные обещали Что рекоператор наш, мусорный оператор Куприд Ситуация исправится в течение чуть ли не нескольких дней После новогодних каникул Ничего не меняется Еще одна вторая сторона вопроса Это история с перерасчетом Который кировчанам в автоматическом порядке так и не сделали Несмотря на все возмущения и обещания Я, насколько понимаю, Общероссийский народный фронт Тоже выступал с предложением Причем к жителям города, да, прежде всего Активнее писать заявление о перерасчете Так ли это? На самом деле все так Единственное, что, наверное, мы эту проблему начали поднимать Еще, наверное, с ноября месяца То есть мы видели риски, которые возникнут При вывозе ТБО из города Кирова При смене перевозчика Да, наши, скажем, опасения по контейнерным Которые находятся на придомовых территориях На муниципальных площадках Они, может быть, сейчас некоторые отложены Вот эта проблематика, да То есть заключен договор аренды Но причем он через два месяца заканчивается И что-то будет дальше Это пока тоже непонятно Это мы про сами мусорные баки говорим Сами мусорные баки, сами контейнеры Которые тоже должны бы исчезнуть Которые могли бы исчезнуть Но вот то, что эту проблему, может быть, подняли пораньше Ее успели, как-то, скажем, предупредить То, что последовало дальше, это уже видят все И с этой проблематикой мы тоже занимались И причем не только в городе Кирове, но и по Кировской области Так вот, если в городе Кирове контракт на вывоз отходов уже заключен То есть муниципалитеты, есть районы, где такого контракта просто нет То есть там какие-то разовые контракты на короткий промежуток времени Но есть и такие, где вообще никто мусор не вывозит Потому что нет контракта В таких районах, наверное, добиться перерасчета будет проще Потому что, ну, все документально подтверждено В городе Кирове добиться перерасчета, на мой взгляд, будет крайне сложно Почему? Во-первых, на перерасчет для всех ни рекоператор, ни власти, скажем, публично не заявили То есть такого просто не будет Да, можно добиться в индивидуальном порядке, написав заявление Мы даже в своих соцсетях разместили, скажем, примерное Ну, бланк такой Бланк, да, то есть что нужно заполнить для того, чтобы подать заявление для перерасчета Но к этому заявлению нужно будет приложить доказательства То, что у вас на самом деле мусор не вывозился А, то есть невозможно просто написать заявление Не просто заявление, но еще и доказать, что мусор не вывозился То есть это фотографии с датами, может быть, видеосъемка Я думаю, что для большинства жителей города это будет крайне проблематично Да, потому что никто же не фиксировал это И поэтому вот такие заявления, написав без, скажем, какой-то доказательной базы Мы просто получим с вами ответы, что не доказано У нас все хорошо, у нас все вывозилось Вот вам график, у нас там машина была Да, мы с этой ситуацией уже сталкивались, когда начиналась эта мусорная реформа То есть у нас тоже было такое, скажем, шва обращений Когда не было мусорных площадок, когда машины не заходили И вот помятую ту компанию Несколько лет назад это было Да, я просто как бы провожу аналогию То есть будет, наверное, все точно так же Но тогда была история, смотрите Тогда была история, которая закончилась довольно быстро То есть там в течение скольких дней была серьезная проблема во всем городе Потом она решилась И какие-то отдельные точки уже там, да, жалобы поступали Да, то есть были пригороды, были деревни, которые находятся в черте города Кирова Где просто мусор месяцами не вывозился Там не было оборудованных контейнерных площадок Но и добиваться там даже перерасчета Люди ходили месяцами, подключали к этому прокуратуру То есть крайне сложно Этот процесс проходил То есть добровольно никто не перерасчитывал То есть и здесь будет, на мой взгляд, то же самое А что делать? Все равно писать, все равно обращаться Все равно там, не знаю, через соцсети искать фотографии Где-то, может быть, ваша контейнерная площадка выкладывалась Может, кто-то и соседей фотографировал Может быть, управляющая компания вам поможет Может, она фотографировала Может быть, она обращалась к операторам для того, чтобы вывезли мусор То есть вот здесь нужно шевелиться самим Может быть, создавать какие-то группы на своем доме Чтобы централизованно собрать эти доказательства И потом уже каждый пишет заявление на перерасчет Я писать заявление на перерасчет собираюсь То есть там 2-3 фотографии управляющая компания Которая в нашем доме она делала Буду просить у них Для того, чтобы хотя бы показать, что меня это беспокоит Что не вывозя мусор, не оказывая мне услугу Можно спокойно жить, но так нельзя Но это у вас ответственная гражданская позиция жителей города Я к этому призываю всех остальных Далеко не все из-за там 50-100 рублей готовы этим заниматься Здесь вопрос не в величине денежной компенсации То есть здесь вопрос именно в самом принципе Не оказывали услугу, вы за это не должны получать деньги У меня просто вопрос Вот мне кажется, что этот мусорный коллапс Как его окрестили журналисты То словосочетание, от которого власти открещиваются Ну это такая имиджевая история Она очень больно, мне кажется, по имиджу власти ударила Почему правительство области никак эту историю не комментирует Мне так кажется, что как раз с их стороны Как, ну скажем так, ведь у нас куприт в областной собственности Как у владельцев, собственно, вот этого предприятия Должны быть предприняты какие-то шаги Если они заботятся о своем имидже Ну это в первую очередь, наверное, удар по имиджу власти В Кирове, Кировской области То есть то, что этот вопрос не решается Нерее, недостаточно интенсивно решается То есть не так были приняты быстро меры И до сих пор еще не локализована вот эта проблема Она будет предметом разбирательства И на депутатских слушаниях, которые инициированы Нашими коллегами по законодательному собранию То есть нас, как избранников народа Этот вопрос тоже интересует Почему вы это не предупредили И почему вы, когда уже видели, не приняли во время меры Так, а когда будут депутатские слушания? Значит, первое заседание уже было То есть запрошены документы И по мере поступления документов будем собираться снова И уже смотреть, что сделано, что не сделано Соответственно, дальше будут обращения в адрес Правительства Кировской области Найти все-таки виновных и сказать, кто виноват А депутаты задавали вопрос про перерасчет? Пока нет То есть мы пока запросили документы То есть в дальнейшем, я думаю, что когда у нас будет В этом году у нас еще не было ни одной сессии То есть мы с правительством еще даже не виделись Я думаю, что это будет разбирательство И на профильной комиссии тоже Мне это кажется просто, что вот сейчас, если этого не сделать Уже поздно будет потом Потому что квитки-то же придут, люди оплатят Как они потом будут выцарапывать эти свои, я не знаю, 100 рублей? Ну, у нас какого-то срока для подачи заявления или для перерасчета нет То есть факт того, что услуга не была оказана Могут пересчитать и задним числом? Да То есть тот факт, что люди оплатят квиточки по полной стоимости Не значит, что они согласились с этой суммой Конечно, это однозначно К тому же не забываем, что у нас и прокуратура проверяла этот мусорный коллапс И прокуратура обратилась в суд для того, чтобы обязать рекуператора вывезти мусор То есть и судебное решение уже есть Обязало То есть даже судебная система подтвердила, что проблемы с вывозом мусора есть Да, мне кажется, проблему Дмитрий Валерьевич видит любой человек Что суд, что прокуратура, что там, я не знаю, Мария Ивановна из любого дома То есть она даже уже документально нам говорит, что нет проблемы, нельзя, потому что есть именно решение Это один момент Второе, у нас Роспотребнадзор сейчас еще проводит проверку Пока результатов я ее не видел Но Роспотреб тоже этой проблемой занимается Потому что как тот государственный орган, который должен следить за эпидемиологической ситуацией За соблюдением потребительских прав граждан То есть он тоже введет здесь нарушения То есть он инициировал свою проверку То есть я почему? Потому что сейчас еще не все, скажем, доказательства Они опубликованы, чтобы в дальнейшем написать правильное заявление Ага, ну я честно, вот мне непонятна эта ситуация, до сих пор непонятна Я бы тоже, скажем, на месте рекуператора, я бы публично признал, что да, были проблемы И сделал бы перерасчет Но во всяком случае, работа над ошибками будет какая-то проведена Отрицание, это значит, что проблемы нет И это вызывает раздражение у нас служителей города А работа над ошибками, помимо перерасчета, на ваш взгляд, в чем должна заключаться? Это организация работы То есть у нас рекуператор, это все-таки коммерческая структура Пусть у нее и собственник государства Но это коммерческая структура, которая должна организовать свою работу по вывозу и утилизации мусора Вот эта работа на сегодняшний момент на должном уровне не организована Кто не организовал? Куприт, подрядчик Вот меня, как жителя города, наверное, это интересует меньше всего То есть мне важно, чтобы за ту услугу, за которую я плачу деньги Она оказывалась качественна, вовремя И вот мусор по дворам не разлетался Надо ли требовать чьей-то отставки? Как это происходит сейчас? Ну вот это, наверное, сложный вопрос Надо все-таки, наверное, узнать, кто допустил нарушение А дальше разбираться, в каком виде должна быть ответственность То есть отставка, выговор, да, то есть, я не знаю, там, публичное признание, да, то есть это тоже форма наказания Когда человек приходит и публично заявляет о том, что он совершил ошибку, да, то есть, но, естественно, что без последствий, наверное, это не должно остаться Дмитрий Сергеев, нашей студии, эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Дмитрий Сергеев собирается писать заявление на перерасчет в Куприд И к этому призываю всех жителей города Кирова Так, Дмитрий Валерьевич, давайте мы все-таки сейчас про строительство немножко поговорим А потом еще у нас несколько тем, связанных с вами, так, с вашей оценкой, как депутата законодательного собрания Что происходит сейчас на строительном рынке? Мы видим сообщение о том, что падают показатели по вводу жилья в городе Кирове и в Кировской области Это связано с коронакризисом или с чем-то еще? Я думаю, что коронавирус здесь в меньшей степени повлиял Может быть, наоборот, те меры, которые приняло правительство Российской Федерации, они даже, наоборот, в плюс, да То есть это я говорю сейчас о льготной ипотечной ставке То есть она, наоборот, не позволила рынку упасть глубже, а может даже в городе Кирове его поддержало Даже, может быть, показатели были бы хуже по вводу жилья, если бы не эта, конечно, программа Еще хуже, да Из года в год уже на протяжении четырех лет мы видим падение ввода жилья в городе Кирове Сейчас мы говорим, наверное, про город Киров Ну, больше всего строится в Кирове То есть каким-то образом это еще компенсируется частным строительством На сегодняшний момент в этот перечень даже попадают садовые домики Да, то есть сейчас можно зарегистрироваться для проживания на садовом участке Если у вас там построен дом, соответственно, это тоже попадает в отчетность Ну, дом, естественно, там капитальный для проживания предназначенный Там все очень, так скажем, мягко, то есть это ниф-ниф, наф-наф, как бы можно жить Поэтому по многоквартирным домам и дальнейшим я тоже вижу снижение ввода жилья С чем это связано? Здесь, наверное, факторов несколько Но первый момент – это социально напряженное связано с обеспечением социальными объектами Школами, детскими садами Поэтому администрация всячески пытается эту проблему переложить на кого-то другого И крайними здесь они назначают застройщиков Ну, но застройщик, как говорили нам, застройщики должны строить комплексно А, я поняла, про что вы говорите Тут на Ньюслире была статья на прошлой неделе, да? Кировские строители наехали на Рзаево Имеется в виду Аслан Рзаев, заместитель главы администрации, который строительство как раз курирует, да? То есть, если мы посмотрим законодательство, то обеспечением социальными объектами – это все-таки обязанность государства То есть, застройщик, как хозяйствующий субъект, обязан платить налоги, и на этом его обязанности заканчиваются Да, у нас сейчас вступили изменения в Городостроительный кодекс, который предусматривает возможность комплексного освоения территорий То есть, когда одновременно с жильем строятся и социальные объекты школы, детские сады, поликлиники, вплоть до пожарных депо Ну, это логично вообще-то Это логично, но там не расписано, что это именно должен делать застройщик за свои деньги Не за свои деньги, а привлекая деньги дольщиков строить эти объекты Ну да, тут люди, может быть, не совсем понимают, но история со строительством социальных объектов – это ведь удорожание квадратного метра фактически Если это все будет возложено на застройщика, то, соответственно, у застройщика откуда взять деньги? То есть, он не получает субсидии из бюджета, печатного станка у нас тоже нет То есть, соответственно, эти затраты будут приложены на потребителя, на конечного потребителя Получается, что какая-то категория граждан дольщики будут оплачивать строительство социальных объектов Детского садика или школы А может быть, детского садика, школы, пожарное депо и многое еще чего Которые будут пользоваться не только жители конкретного построенного дома Да, но деньги заплатили они То есть, ну, в плане, скажем, какой-то социальной справедливости, ну, на мой взгляд, оно не совсем правильно Потому что все мы являемся платильщиками налогов, и государство должно нас обеспечивать Это одна сторона Вторая сторона И подождите, но государство тоже можно понять? Государство заинтересовано в том, чтобы в городе появлялись новые объекты? Государство, оно должно и финансировать строительство этих объектов У нас есть федеральные программы Ну, вот, скажем, по программе Есть, но немного Есть, и другие регионы строят, да Но у нас, например, в городе Кирове, Кировской области в этом году финансирование садиков не выделено федеральных средств То есть, это может быть недоработка государственных структур Что они не активно участвуют в этих программах Что они не делают то, что они должны делать То, что делают их коллеги И поэтому область и город не получают финансирование из федерального бюджета На строительство этих социальных объектов Вопрос открытый Поэтому, если такая позиция, она будет выдержана То есть, это все возложит на застройщиков Соответственно, застройщики переложили это все в стоимость метра квадратного То количество вводимого жилья будет резко сокращаться Потому что доступность, она, естественно, еще раз сократится И то есть, те преимущества, которые получили граждане при наличии льготной ипотеки Они будут просто нивелированы, а может быть, даже и со знаком минус Ростом цены Ростом цены Я вот не очень понимаю То есть, я понимаю, когда речь идет о комплексном освоении территории То есть, какого-то участка, да, достаточно большого, где строится не один жилой дом А в ситуации, когда возводится, например, один жилой дом Строители тоже обязуют что-то? А вот это как раз та тема Какую-то инфраструктуру создавать Та тема, которую я неоднократно уже поднимал и задавал в администрацию города Кирова Сделайте для всех одинаковые условия То есть, ну, платят все за социалку, пусть все платят за социалку У нас получается такой выборочный подход к этой теме То есть, кто-то будет платить, а кто-то не будет То есть, вот как раз, скажем, исключений из этой темы не должно быть Что вы имеете в виду? То есть, это мой подход То есть, если ты ставишь комплексное, значит, ты платишь, да То есть, если ты осваиваешь какой-то там Маленький петачок? Ты не платишь Ну, не должно такого быть То есть, должны быть все в одинаковых условиях У нас рынок, то есть, и рыночные условия должны быть одинаковы для всех А в целом, что сейчас в Кирове происходит с участками под застройку? Участки-то есть, и я, насколько понимаю, не распределены между строительными фирмами? Ну, начнем с того, что муниципалитет, в принципе, участки под застройку не выделяет То есть, у нас единственный крупный аукцион состоялся, это полганина Единственный крупный, да То есть, соответственно, мелкие, средние организации, наверное, в нем участвовать не смогли Потому что, ну, они просто физически не смогут такие объемы освоить Поэтому, опять же, какой-то выборочный подход получается, да То есть, те земельные участки, на которых сейчас строят строительные организации Они их искали сами, то есть, они их выкупали из частной собственности в большинстве случаев Да, то есть, либо это были выделения крупных земельных участков еще там очень-очень давно То есть, закрепленные за кем-то участком Да, выделения, то есть, а в дальнейшем уже освоение этих земельных участков шло То есть, нового ничего в городе Кирове за последнее время, кроме одного участка, не появилось А вот, слушайте, я не знаю, сможете ли вы, конечно, это прокомментировать, может быть, нет История с Квату Мы на прошлой неделе увидели новость о том, что будет сноситься на территории Квату 20 зданий Да, там сначала 9, потом, по-моему, все остальное У нас в Квату вообще есть ясность, что там будет строиться? Это все-таки жилой микрорайон будет? Или это будет микрорайон, про который все говорили, образовательный кластер? Вы не знаете? Я не знаю То есть, у меня информации не больше, чем у вас К сожалению, там какие-то, скажем, воззвания То есть, построить одно, второе, третье там были Но в какой-то, скажем, проект, предпроектное предложение То есть, это пока не легло То есть, официально никто не заявил, что там будет То есть, никому из строителей или массово к строителям администрации города Или администрации области не обращалось с предложением, что дайте нам вот ваше видение Да, того, как поступать с этим участком Я думаю, что здесь, наверное, другого должно быть Здесь, наверное, видение именно властей, что здесь должно быть А потом уже к этому должны быть подключены коммерческие структуры А не наоборот То есть, пока такого движения со стороны администрации города или области я не видел Понятно Хорошо, спасибо У нас остается до перерыва 7 минут Я думаю, что мы начнем еще одну тему Достаточно важная тоже тема Это история, связанная с поправками в законодательство об административной ответственности Насколько я понимаю, будет рассматриваться этот документ на ближайшей сессии То есть, это, если, опять же, я не ошибаюсь, по-моему, 18 февраля Да или нет? Да Да, 18 февраля вы собираетесь Да И там несколько важных вещей Это история, связанная с уборкой снега в городе Это история, связанная с, ну, скажем так, с неправильным выбрасыванием отходов Да, с тем же мусором и складированием его И, ну, ужесточает соответственность, в том числе для граждан Ну, для граждан и юридических лиц Здесь нужно начать с того, что вот эта комиссия, которая работала по выработке предложений для депутатов Она состояла из нескольких, скажем, интересантов Да, то есть, конечно, это были депутаты, которые представляли, в первую очередь, интересы граждан Это были муниципалитеты, потому что это все-таки областной закон То есть, не только на город Киров, но и на Кировскую область Это были представители еще и, там, Минюста, да То есть, прокуратуры, которые смотрели именно за соблюдением законности в этой сфере И чтобы не было дублирования между федеральным и региональным законодательством У нас сейчас в некоторых моментах возникает такое состояние, что есть запрет на что-то То есть, там, на складирование снега, на выталкивание его на прежнюю часть А ответственности за это нет То есть, да, ты нарушил, а что делать? А ничего, потому что не предусмотрена ответственность То есть, вот, в первую очередь, закон, наверное, такие дыры закрывает То есть, вводит ответственность как для физических лиц, граждан Так и для должностных лиц, так и для юридических лиц А вы понимаете, как это будет работать вообще? Да, то есть, понимание есть То есть, в принципе, схема уже была отработана Вот, если на примере города Кирова выявляется такое нарушение Дальше выявляется виновное лицо, и оно приглашается на административную комиссию Административная комиссия, это в составе нескольких человек Сейчас они вернутся снова в территориальное управление Они будут принимать решение о виновности, либо невиновности И о наказании в отношении кого То есть, если это организация, то это может быть и должностное лицо привлечено А может быть и сама организация Естественно, штрафы для физического лица Они в разы отличаются для должностного И еще в разы для юридического лица То есть, вот физические лица 3-5 тысяч рублей 10-50 это для должностных лиц И от 50 до 200 для юридических То есть, это отличается в разы Причем, у комиссии еще есть такая возможность закрыть дело за незначительностью То есть, если это какое-то незначительное право нарушения Да, человека привлекли, скажем, на комиссию вызвали То есть, его обратили внимание, что он нарушает закон Но какого-то финансового наказания он не понес Потому что его нарушение было малозначительным То есть, вот такая возможность тоже есть Так, это мы о чем говорим? То есть, если человек... Давайте про снег, вот на конкретных примерах Вот сейчас зима, да, тут у нас предыдущая неделя Достаточно сложная была для автомобилистов Вот у нас зима, поставил человек машину на обочину, да Машину за ночь завалили бортиком вот этим снегом Когда чистили дороги Человек приходит, он не понимает, куда ему этот бортик скинуть А, собственно, ехать-то надо Что он делает? Он берет, его раскапывает и рассредотачивает на проезжей части Там дальше машины, едущие, его колесами растаскивают там, да, по всему городу Вот этого человека ехал кто-то и увидел, например, да, с лопатой Вот это вообще, это подпадает под действие этих поправок или нет? Или это смешно просто? О других речи идет еще В нашей поправке идет речь о том, когда выталкиваются с прилегающей либо с частной территории на дороге общего пользования Здесь же он все-таки с дороги на дорогу То есть состава здесь не было Но, во всяком случае, какие-то такие малозначительные нарушения могут быть То есть, если, например, прибирается управляющая компания во дворе И с двора сгребла большую, значит, гору снега И эту гору выпихнула на дорогу в надежде на то, что будут вечером город убирать и его увезут, да? То вот это состав административного правонарушения Здесь должен быть этот факт выявлен И эта компания должна быть привлечена к ответственности Могут какого-то конкретного, скажем, мастера или главного инженера привлечь к ответственности А могут и само юридическое лицо, то есть управляющую компанию Саму компанию Так, с мусором история точно такая же, с отходами? Да, то есть То есть это организация стихийных свалок, я так понимаю Да, то есть это скудирование на необорудованных площадках То есть если вы идете и с пакетом выкинули в необорудованное место То вас, как физическое лицо, тоже могут привлечь к ответственности Может быть, это штраф, может быть, это и непривлечение Но как факт какого-то, скажем, воздействия на вас, что со стороны государства приняты меры То есть, ну, может быть, и приостановление, вернее, замоозначительностью закрыто Но я думаю, что второй раз, наверное, уже туда человек не пойдет, не будет выкидывать Ну, это такая больше воспитательная мера, получается Да, чем такая именно штрафная Но вот здесь у меня фраза сразу же в голове Про то, что строгость законов российских искупается необязательностью их исполнения Кто контролировать-то будет? Значит, муниципалитет А как это будет происходить? То есть у нас, если мы берем относительно города Кирова Есть территориальное управление, где есть инспекторы, которыми закреплена территория Которые обходят и выявляют такие факты нарушения Они их в видеофиксацию производят, составляются протоколы А дальше уже выявляют, кто нарушил и приглашают на комиссию Ну, да, возле каждой ведь мусорной, извините, пожалуйста, там В свалке не поставишь камеру или человека, инспектора от теруправления? Ну... То есть это случайно получается? Ну, такой цели нет, но у них, скажем, регулярные обходы территории есть Это один момент А второй, у нас есть еще и обращение, когда сами люди фиксируют факты нарушения Ну, нашими коллегами недавно выявили, например, факт, когда на берег реки вывозили снег Причем были фотофиксации тех машин, которые вывозили снег Вот, пожалуйста, организация стихийной свалки Для того, чтобы привлечь собственников машин, либо организаторов этой свалки Нужны законы Вот это, как бы, скажем, один из инструментов привлечения их к ответственности Ну, и там речь еще идет, вот если к снегу возвращаемся Речь идет о том снеге, который, например, сбрасывается с крыши и остается на тротуарах лежать, да? Да, то есть этот снег должен быть тоже убран управляющей или той организации, которая скидывала снег Потому что тротуар, он попадает под прилегающую территорию, даже если находится на муниципальной земле То есть за придомовой территорией и за прилегающей территорией ответственность все равно будут нести, если это речь про живой дом, управляющую компанию А управляющая компания, если и заплатит штраф, то потом это как-то компенсирует через жителей Ну, у нас тариф, он фиксирован, и вот так вот напрямую взять и возложить это на людей Это незаконно Сразу скажу Спасибо большое, Дмитрий Сергеев, в нашей студии Мы продолжим программу «Особое мнение» после небольшой рекламы Продолжается «Особое мнение» у нас в студии Дмитрий Сергеев, эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Депутат Законодательного собрания Кировской области и генеральный директор строительной фирмы «Маяковская» Еще про Законодательного собрания и законопроекты На 18 февраля, насколько я понимаю, запланировано несколько вопросов В том числе рассмотрение внесенных двух законопроектов о выборах либо назначении мэра Кирова Ну, напомню, да, слушателям фабул очень коротко Есть законопроект от оппозиции, что называется, о прямых всенародных выборах мэра города И есть законопроект от «Единой России», который предполагает назначение главы города Кирова через конкурсную процедуру, как у нас сейчас выбирает глава администрации Вы больше склоняетесь в какую сторону и вообще там готовы сейчас озвучивать свое мнение или нет? Нет, почему я бы хотел поучаствовать еще в каком-то публичном обсуждении, которое будет проходить, услышать еще аргументы за и против Но, смотрите, у нас же существовала процедура прямых выборов, после чего перешли к процедуре назначения, не назначения, выборов Из состава депутатов Голосования депутатов, да, то есть уже, скажем, не все голосовали, а вначале голосовали за депутатов, потом депутаты выбирали Самого достойного Самого достойного То есть вот здесь в тех публичных слушаниях я участвовал и аргументы, которые приводились, они, скажем, меня склонили в пользу того, чтобы выбирали с депутатами То есть почему? Потому что на стадии прямых выборов там все-таки идет, может быть, большое количество популизма от тех вещей, которые на самом деле никогда реализованы не будут, но привлечь избирателей на свою сторону это позволяет То есть вы тоже опасаетесь, что возможно такое, что кандидат, проберется какой-то кандидат, непроверенный, который не обещает то, что не сможет выполнить Я вот в этом вижу определенный риск Так Причем у нас ведь было уже лет 10 назад противостояние, скажем, между губернатором и главой города, и ни к чему хорошего это точно не приводило То есть здесь какая-то, не знаю, неприемственность, но последовательность действий между различными уровнями власти, она должна быть, да, то есть муниципалитет, область, а дальше уже федеральный уровень То есть чтобы те решения, которые принимались, они выполнялись до, доходили до человека, да, то есть они блокировались на муниципальном уровне Поэтому вот пока мое мнение все-таки в пользу того, чтобы выбирали депутаты, но еще раз То есть вы предлагаете как есть оставить? Да, то есть я предлагаю оставить так, как есть, но это пока еще не окончательное решение А как мы тогда будем от двуглавия избавляться? Там же и тот, и другой законопроект предполагает, как я понимаю, все-таки оставить кого-то одного во главе города, а не как у нас сейчас глава города и глава администрации Ну, здесь речь, наверное, больше в названии, потому что глава города, он все-таки исполнительными органами не руководит, да, то есть он является для них работодателями, но управление городом он не осуществляет, то есть он, по сути дела, является председателем Кировской городской думы Так, ну а как тогда быть-то, если депутаты из своего состава его избирают, его же невозможно тогда главой администрации сделать или возможно? А главой администрации все-таки должен быть человек, который отбирает по контракту, за которого опять же голосуют депутаты Ага, так, все равно я запуталась, Дмитрий Валерьевич То есть у нас две ветви власти, да, законодательная и исполнительная Я понимаю То есть у каждой ветви власти должен быть один человек, то есть то, что предлагается, это все как бы слить в одно место, да, то есть руководитель и городской думы, и исполнительных органов власти, вот в моем мнении, это не должен быть один человек То есть это все равно должно быть два человека А там и предполагается два человека, то есть там предполагается, что глава администрации просто будет называться главой города, а председатель думы будет председателем думы Вот как назовем, это как бы вопрос, наверное, второй, да, то есть как они будут называться, единственное, какие полномочия они будут исполнять Один должен руководить законодательным органом власти, а другой все-таки исполнительным органом власти То есть все-таки вы двух человек предлагаете оставить, сохранить? Ну, я не вижу, чтобы это был один человек, чтобы он руководил и Думой, и исполнительным органом власти в одном лице. В таком случае придется нам по-прежнему, как один из наших экспертов сказал, вспоминать нехорошим словом две фамилии, когда ты падаешь на гололюде. Единственное, что вот глава города, по моему пониманию, наверное, неправильно. То есть это все-таки руководитель городской Думы. Ладно, хорошо. У нас и председатель законодательного собрания, да, то есть он же не глава Кировской области. Ну, верно. Вот здесь, мне кажется, такая же аналогия, здесь просто, ну, в названиях, почему люди, скажем, главу города воспринимают как лицо ответственно за исполнительные именно органы власти. Так, подождите, а как же тогда его депутаты будут выбирать из своего состава или не будут выбирать? Из своего состава они будут выбирать председателя Думы, правильно? Да, правильно. Но председатель Думы не будет заниматься городскими вопросами, городским хозяйством. Он и сейчас, по сути дела, не занимается, потому что он все-таки руководитель законодательного органа власти. То есть городской Думы? Да, городской Думы. Представительного органа, руководитель. Ну, ладно, вы говорите, что будет еще обсуждение общественной слушания этих двух законопроектов, если я верно понимаю, или нет? Я думаю, что публичное обсуждение их все равно пройдет, да, то есть через средства массовой информации, через соцсети, через высказывания, в ходе до того, что там в прямом эфире, ваши радиостанции в том числе, да, то есть вот услышать аргументы за и против. И только после этого принимать решение. Хорошо. Еще одна история связана с тем законопроектом, который уже принят. Это история о сокращении в законодательном собрании следующих созывов, там, да, количество оплачиваемых ставок. Насколько я помню, вообще эта идея у Федора Сураева, вашего коллеги по Заксобранию, родилась после того, как было сказано, что мы сокращаем число депутатов в Заксобрании, чтобы сэкономить деньги, да, до 40 человек с 54 на день. И он тогда сказал, что, ну, давайте тогда и ставки будем сокращать. Вы как к этому относитесь? Вы вот сейчас на должности председателя комитета, и комитет, когда вы на него приходили, эта ставка была освобожденной, то есть вы могли зарплату получать в Заксобрании. Вы от этой ставки отказались, потому что вы... То есть я работаю там на... На общественных началах. Да, то есть я за зарплату в законодательном собрании не получаю. И как без зарплаты? И работаю. Ну, то есть все остальные тоже могут? Могут. То есть инициативу Федора Сураева вы поддерживаете? Я думаю, что надо принимать его преждевременно, и депутаты как раз следующего созыва должны, наверное, определяться, кто им нужен на постоянной основе, а кто им нужен на освобожденной основе. То есть, да, логично при сокращении числа депутатов сократить, может быть, какие-то должности на постоянной основе, которые будут работать. Но как это будет организовано в следующем созыве, я пока не вижу. Поэтому вот от этого законопроекта я буду воздерживаться от голосования, ну, от позиции за или против. Понятно. То есть вы считаете, что те люди, которые будут работать, пусть сами и решают. Сколько из них будет зарплаты получать? Люди придут, и люди, депутаты, избранные депутаты, они должны сами принять решение, как им построить свою работу. Не нам указывать, как им делать в дальнейшей их работе. Понятно. То есть это будет одно из первых заседаний, надо полагать, новоизбранного законодательного собрания. Что бы мы сейчас не приняли. Если депутаты в следующем созыве посчитают, что им нужно организовать работу по-другому, то они вправе это сделать. То есть, ну, здесь, мне кажется... Перерешивать будут. Да, то есть вопрос, мне кажется, такой вам преждевременный. Еще один вопрос, еще одна инициатива ваших коллег, инициатива продлить время продажи алкоголя. Сейчас, я напомню, да, спиртное у нас продают с 10 утра, предложено продавать его с 8, вернуться к этой мере. И ваши коллеги Владимир Яговкин и Юрий Терешков говорят, что это позволит нашему региону приобрести какие-то деньги дополнительные в бюджет. Вот насколько это вообще обоснованное предложение? Ну, естественно, в первую очередь идет речь не о дополнительных денежных средствах, а о том, чтобы сократить продажу... Суррогата? Контрафакта, да. То есть, когда, по мнению коллег, что пока не продается законная алкоголь, да, то есть в это время люди приобретают контрафакт. Не знаю, я с их точки зрения не согласен, я буду голосовать против. Вам не кажется, что это необходимая мера, да? Мне-то кажется, что контрафакт как раз люди ищут по ночам, а не в 8 утра. Я думаю, что те, кто пьют контрафакт, они никогда бы не пойдут в магазин покупать лицензионный алкоголь. То есть, где-то разные... Для них это слишком дорого? Да, это разные ценовые категории, то есть, и здесь вопрос, наверное, все-таки стоит о том, кто как-то иными мерами бороться с контрафактом, нежели там разрешать увеличивать время продажи алкоголя. То есть, искать этих людей, которые торгуют пузырьками и фуфнериками, наказывают в этих магазинах? А это задача правоохранительных органов, то есть, не... И администрации города, наверное, там, совместно. Ну, может быть, в какой-то степени, да, то есть, выявлять эти нарушения и как-то примать меры для того, чтобы их пресечь. А если все-таки не говорить о том, что контрафакт, а говорить об обычных гражданах, которым вот, ну, не жить не быть, надо в 8 утра, а не в 10 купить что-нибудь? Ну, вы сталкивались с такой проблемой? Я нет. Я нет. То есть, я тоже не вижу такой необходимости, это не продукты первой, какие-то товары первой необходимости, там, не лекарства, не продукты питания. Поэтому я, честно говоря, вот еще раз скажу, необходимости в этом не вижу. То есть, и бюджет от этого сильно не выиграет? Я не думаю, что здесь какая-то такая прямая корреляция идет между тем, что там увеличили на 2 часа, и у нас на это же количество... И в это же время все побегут. Ну, что у нас... Если скидку сделать, может быть, или акцию какую-то, то побегут. У нас еще есть и минимальная цена на алкогольную продукцию, то есть, здесь скидка, наверное, нельзя говорить о том, что сделать ее меньше минимальной, да, то есть, а есть продукция, которая идет именно по минимальной цене, которая, наверное, больше с порсом всеми используется. Так что, я не думаю, что здесь пополнится бюджет. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Сергеев в нашей студии, эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Законодательного собрания. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Дмитрий Валерьевич, спасибо большое. Слушателям напоминаю, что можно послушать будет программу в записи на нашем сайте хакирова.ру. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok